Всем привет, девчонки и мальчишки! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня у нас с вами будут закуски и ещё один салатик приготовим на праздничный новогодний стол. Тема эта сейчас актуальна, поэтому меня она не отпускает, да и вас тоже. И сегодня будем очередные закуски готовить красивые, вкусные. И также ещё салат тоже будет красивый и вкусный. Ну что, погнали уже готовить, не будем задерживаться. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики. Первое, с чего начнём, это будем готовить с вами закусочный рулет из сельди. Он получается очень вкусный, нарядный, красивый и к тому же бюджетный. Готовьте с удовольствием, он вам обязательно понравится. Свёклу заранее отварили. Теперь берём миску, в которой будем всё это смешивать, тёрку мелкую и трём её на мелкую тёрку. Нам потребуется 200 г отваренной свёклы. Следующим этапом нам нужно отделить белки от желтков. Берём 3 яйца и отделяем белок от желтка. Сразу будем взбивать вот в такой кружке белки, так как высокая поверхность, и они будут быстро взбиваться. Плюс, если белки тёплые, то они вообще муфы взобьются. К свёкле добавляем желтки сразу. Белкам добавляем пол чайной ложки соли. И всё это миксером взбиваем в крепкую пышную пену. Белки взбили вот в такую пышную плотную пену. Отставляем их. Дальше берём желтки и свёклу. Сюда добавляем столовую ложку масла растительного. 80 г крахмала либо муки. Сюда же щепотку соли. Потом всё это перемешиваем до однородной массы. Всё это мы перемешали. Теперь сюда добавляем белки. Всё это тоже до однородности перемешиваем. Берём противень, застеленный пергаментной бумагой. Выкладываем тесто. Распределяем по всему противню. И в разогретую духовку выпекаться где-то минут на 10-15. Выпекается он быстро при 180 градусах, режим вверх-вниз. Для намазки на рулет берём сыр творожный, сливочный. 200 г. У меня тут 400 г. Беру полупаковки. Потом огурцы солёные нарезаем мелким-мелким кубиком. Огурцы добавляем к творожному сыру. Потом всё это перемешиваем. Берём подготовленное тесто. Оно у нас уже выпеклось. Я его немножко передержала, но ничего страшного. Дальше подготовленную сырную массу. И намазываем полностью на весь рулет. Сыр, конечно, лучше достать где-то за 10-20 минут, чтобы он такой был тёплый и легко намазывался. Он у меня прямо сейчас из холодильника и плохо намазывается. Так что заранее доставайте. И будет вам счастье. Рулет у нас намазан. Дальше берём филе сельди. У меня одна селёдка. Я её вчера заранее почистила. И нарезала одно филе вот так, на две половинки. Выкладываем с одного края селёдку. И всё это теперь сворачиваем рулетом. Рулет можно обернуть пищевой плёнкой и отправить в холодильник его настаиваться, чтобы он у нас належался и утрамбовался. Желательно это можно сделать с вечера. Рулет у нас настоялся и належался. И теперь его нарезаем на порционные кусочки. Берём нож поострее и режем. Сейчас покажу. И вот такой красивый он у нас получается в разрезе. Вообще красота. Так, вот так я нарезала. И вот такие у нас красивые, прекрасные рулеты получились. Праздничный стол без ёлочной игрушки никак не обойдётся. Ещё одна версия праздничной закуски в виде ёлочного шарика, ёлочной игрушки. Получается празднично. Ну и как же? Конечно же вкусно. Давайте готовить, не будем медлить. Берём отваренную заранее куриную грудку. Просто с вечера я её сварила. И режем её мелким кубиком. В грудки потом добавляем нарезанный мелко укроп. Зубчик чеснока. Выдавливаем через пресс. И натертый сыр 100 г. Потом майонез. Всё это перемешиваем. Потом берём кофемолку или блендер. Либо же просто можно скалкой грецкие орехи. И измельчаем их в крошку. Орехи подготовили. Дальше. Берём нашу массу перемешанную. Формируем из неё шарики. Скатали шарик. И теперь его в орехах обваливаем. Вот такой у нас шарик получается. Теперь выкладываем его сразу на блюдо. И также делаем остальные шары. Шарики у нас готовы. Теперь нам их осталось просто украсить. Берём маслину. Разрезали её напополам. Втыкаем в каждый шарик по маслинке. Берём палочку от укропа. И теперь делаем как бы такую ниточку. Вставляем просто её в маслину. Вот так. И всё. И готово. Первая закуска ёлочные шары у нас с вами готова. Ну и что же за праздничный стол без колбасы? Такого, конечно же, не будет. Мы же колбаску любим. Любим вкусненькая, неполезненькая, вредненькая. Сейчас с вами сделаем красивую закуску в виде розы. Будет колбаска, у нас лаваш. Ну и всё остальное прилегающее. Ну что, давайте готовить. Не будем тянуть. Для следующей закуски берём оставшийся творожный сыр. Добавляем немного паприки. Я добавлю в этот раз копчёную. Попробую, как с ней будет. Можно обычную сладкую. Всё это перемешиваем. Дальше берём лаваш, либо лепёшку, тортилью, без разницы. Нарезаем её вот на такие полосочки, где-то сантиметров 5. Полосочку одну берём. Намазываем её творожным сыром. Тонким слоем. Следующее берём колбасную нарезку. Вот так тонко. Можно просто колбасу. Я использую шейку. Разрезаем её вдоль пополам. Выкладываем наполовину нашей полоски, чтобы с конца у нас оставалось. Так. Так. В центр выкладываем одну маслину. Всё это теперь заворачиваем. Вот такая у нас розочка получается. Потом берём ещё одну маслину. Разрезаем её напополам. Шпажку. Одеваем маслину. Протыкаем вместе соединение шпажкой. С другого конца тоже одеваем маслину. Так. Так у нас получается. Так. И по краям ещё используем веточки петрушки. Как будто это у нас листики от розы. И смотрите, какая у нас красивая розочка получается. Всё. Делаем столько, сколько сможем таких розочек. Розы выросли. Очень красиво получается. Эффектно. Ещё у нас с вами будет одна закуска. Очень вкусная, нарядная. Всё, как мы любим. Хлебушек, колбаска. Красиво, вкусно, празднично. Давайте готовить уже. Для следующей закуски берём багет, либо же хлеб чёрный. Без разницы. Обжариваем его либо на сухой сковороде. Я сделала на гриле опять. Так. Берём оставшийся сыр творожный, который до этого мы в предыдущей закуске использовали. Намазываем багет. Берём огурец солёный. Так как у меня кореншон на три части, ну где-то вот так, сантиметр высотой, моцареллу шарик берём, режем пополам. Берём шпажку. Одеваем шарик моцареллы. Потом огурчик. Дальше нам потребуется одно вареное яйцо. Режем его на такие тонкие слайсы. Можно просто и ножом нарезать. Выкладываем на бутерброд. Сверху листик петрушки либо укропа. Дальше берём тонко нарезанную колбаску. Желательно, конечно, брать побольше, чтобы её можно красиво сложить. Но так как у меня мелкая, выкладываем сверху. Я вот так выложу. И, наверное, ещё сейчас одну возьму. Сейчас что-нибудь придумаем тут на варгане. Вот так сверху. И протыкаем шпажкой. Вот такие эффектные, красивые бутерброды у нас получаются. Делаются очень быстро, а выглядят очень эффектно. Новогодний стол без красной икры для меня это вообще не новогодний стол. Не может быть такого. Для любой праздничный стол всё равно должна быть закусочка, красная корка. Мы так уже привыкли. Обязательно должно быть это лакомство. Хотя бы на нашем праздничном столе. Сегодня очень простая закуска. Тарталетки с красной икрой. Смотрятся очень выигрышно и очень празднично, нарядно и вкусно. Тарталетки с икрой. Берём тарталетки. Покупные готовые можно свои сделать. Листик. Салата. Оставшийся творожный крем я переложила в кондитерский мешок. С насадкой закрытая звезда. Вот так. Дальше. Берём красную икру и выкладываем ложечку красной икры. Закуска с красной икрой готова. Получается очень красиво, эффектно. И к тому же это делается на раз, два, три. Очень быстро. Без салатов тоже у нас ничего не обходится. Сегодня приготовим салат. Будет под названием ананас. Он получается очень вкусный. Но это для тех, кто любит сочетание курицы с ананасом. Просто божественно. Я хоть и не любитель, но всё равно этот салат оценила по достоинству. Мне он очень понравился. Готовьте, не пожалеете. Во! Значит, для салата первым слоем берём отваренное куриное филе и выкладываем его на тарелку. Уже разделанное. Слой, сеточку майонеза делаем. Ананасы режем мелким кубиком. Ананасы выкладываем сверху куриной грудки. Потом берём яйца. Либо трём их на тёрке, либо режем вот на такой яйцерезке. Выкладываем сверху ананасов. Делаем сеточку из майонеза. Сверху посыпаем тёртым сыром. Полностью закрывая всю начинку. Сверху на сыре рисуем такую сеточку наискосок в шахматном порядке. Берём грецкие орехи, вот такие целые, и выкладываем в каждый ромб. И последний штрих. Это мы сделали из лука вот такую ботву на ананас. Просто её нарезала и получилась такая ботва. В общем, вот такой салатик ананаса у меня вышел. Получается, кстати, прикольно, красиво и очень вкусно. Сегодняшние закуски мне очень понравились. Всё было вкусно, празднично, нарядно. Нам, конечно, сегодня их попробовать не удастся, потому что это я готовила всё к приходу гостей. Но всё было очень вкусно. Так что готовьте, не пожалеете. Вам обязательно всё понравится. А сегодня я буду с вами прощаться. Не забывайте поставить лайк, подписаться, написать комментарий. И всем пока-пока. До скорой встречи. Увидимся с вами скоро.